В этой лекции мы подробно остановимся на нескольких методах получения информации. Одним из методов сбора первичной информации, который эффективно используется в науке, является анализ документов. Этот метод самый распространенный и часто использованный среди студентов. Анализ документов, пожалуй, является еще единственным возможным методом при исследовании явлений прошлого. Он помогает выявлению тенденций развития. Примененный вместе с другими методами анализ документов может носить контрольный характер. Кроме книг, источником анализа служат доклады, протоколы, решения, публикации, письма, записки и другое. Основное назначение метода – извлечь содержащуюся в документе информацию об изучаемом объекте, зафиксировать ее в виде категории анализа, определить ее надежность, достоверность, значимость для цели исследования и выработать с ее помощью объективные и субъективно-оценочные характеристики и показатели исследуемого процесса. Существуют определенные правила работы с документами, которые должен знать исследователь. Во-первых, анализируя документ, следует отделять факты в документе от субъективных оценок автора. Во-вторых, необходимо проверить достоверность источника и подчеркнутой из него информации. Третье, следует проверять выводы, полученные из информации, собранной методом анализа документов с помощью сравнения нескольких источников документальной информации, либо применяя другие методы сбора данных. Практика, да и теория научного исследования показывают, что почти все достойные исследования начинаются с анализа документов. Еще одним методом получения информации, на котором мы остановимся подробнее, является контент-анализ. Контент-анализ от английского контент-содержание – это формализованный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации, содержащейся в документах, в количественные показатели и ее статистической обработке. Этот метод характеризуется большой строгостью и систематичностью. Метод контент-анализа используется социологами уже более 100 лет. Последнее десятилетие данный социологический метод заимствовали и активно используют юристы, историки, журналисты, богословы, искусствоведы и другие ученые, которые заинтересованы в установлении объективных признаков разнообразных человеческих коммуникаций. Помимо этого, метод контент-анализа широко применяется как вспомогательное средство при анализе ответов на открытые вопросы, анкет, материалов наблюдений и результатов психологического тестирования. Здесь возникает вопрос о том, какие же именно документы подлежат контент-анализу. Ответ на этот вопрос зависит от исследовательской программы, объекта, предмета, цели, задач и гипотез исследования. В общем, контент-анализу подвергаются книги, газетные или журнальные статьи, объявления, телевизионные выступления, кино и видеозаписи, фотографии, лозунги, этикетки, рисунки, анкеты и разные произведения искусства. Контент-анализ не отменяет необходимости обычного анализа документов. Их сочетание углубляет понимание смысла любого текста. Однако контент-анализ позволяет обнаружить в документе то, что ускользает от поверхностного взгляда при традиционном изучении, но имеет при этом важный социальный смысл. Принципиальное отличие этих методов анализа заключено в явно выраженной строгости, формализованности и систематизированности контент-анализа. Он нацелен на выработку количественного описания смыслового и символического содержания документа, на фиксацию его объективных признаков и подсчет последних. Кроме того, контент-анализ отличается от всех прочих способов изучения документов тем, что он позволяет вписать содержание документа в социальный контекст, осмыслить его одновременно и как проявление, и как оценку социальной жизни. Формализованность, систематизированность и строгость контент-анализа проявляются в следующем. Прежде чем непосредственно анализировать текст документа, исследователь выявляет категории анализа, то есть ключевые понятия или смысловые единицы, имеющиеся в тексте и соответствующие тем определениям и их индикаторам, которые зафиксированы в программе исследования. При этом желательно избегать крайностей. Если за категории анализа будут приняты слишком общие, то есть абстрактные понятия, то это предопределит поверхностность анализа текста без углубления в его содержание. Если же категории анализа будут предельно конкретными, то их окажется слишком много, что приведет не к анализу текста, а к его сокращенному повторению. Нужно найти золотую середину и постараться достичь того, чтобы категории анализа были, во-первых, уместными, то есть соответствовали решению исследовательских задач. Во-вторых, исчерпывающими, то есть достаточно полно отражали смысл основных понятий исследования. В-третьих, эти категории должны быть взаимоисключающими, то есть одно и то же содержание не должно входить в различные категории в одинаковом объеме. В-четвертых, категории должны быть надежными, то есть такими, которые не вызывали бы разногласий между исследователями по поводу того, что следует относить к той или иной категории в процессе анализа документа. После определения системы категории анализа выбирается соответствующая им единица анализа текста. За единицу анализа может быть принято слово или предложение, тема, идея, автор, персонаж, социальная ситуация и часть текста, объединенная чем-то, что соответствует смыслу категории анализа. Когда контент анализ выступает единственным методом информации, оперируют не одной, а сразу несколькими единицами анализа. Затем устанавливается единица счета, то есть количественная мера единицы анализа, позволяющая регистрировать частоту появления признака категории анализа в тексте. Единицами счета могут быть число определенных слов или их сочетаний, количество строк, печатных знаков, страниц, абзацев, авторских листов и многое другое. Проведение контент анализа требует предварительной разработки ряда исследовательских инструментов. Из них обязательными являются, во-первых, классификатор контент анализа, во-вторых, протокол итогов анализа, который имеет второе обозначение бланка контент анализа, третье – регистрационная карточка, четвертое – инструкция для исследователя, непосредственно занимающегося регистрацией и кодировкой единиц счета, следующее – это каталог, список проанализированных документов и другое. Классификатором контент анализа называется общая таблица, в которую сведены все категории анализа и единицы анализа. Ее основное предназначение – предельно четко зафиксировать то, в каких единицах выражается каждая категория, используемая в исследовании. Классификатор можно уподобить социологической анкете, где категории анализа играют роль вопросов, а единицы анализа – ответов. Он является основным методическим документом контент анализа, предопределяющим содержание всех прочих инструментов этого метода. Протокол или бланк контент анализа содержит в себе сведения о документе, то есть его авторе, времени, издании, объеме и тому подобное, и итоги его анализа, количество случаев употребления в нем определенных единиц анализа и следующие отсюда выводные относительно категории анализа. Регистрационная карточка представляет собой кодировальную матрицу, в которой отмечается количество единиц счета, характеризующие единицы анализа. Протокол контент анализа каждого конкретного документа заполняется на основе подсчета данных всех регистрационных карточек, относящихся к этому документу. Формализованность контент анализа и сложность его инструментария зачастую отталкивает начинающих ученых от использования данного метода. Тем самым они объединяют свое исследование, снижают его эвристичность. Однако корректное использование этого метода значительно повышает качество работы.